Посмотрите, какой красивый цвет, яркий. Посмотрите, какая прелесть. Сегодня я хочу вам показать, как быстро можно сделать карпаччо из курицы или суджок. Что для этого нам надо? Нам нужна куриная грудка. Нужно ее обсушить и замочить в соли. Можем добавить сахара 5 грамм и стартовые бактерии, изикер. Но, в принципе, можно не добавлять и не стартовых, и нитритной соли. Можно сделать в обычной соли, я так уже делала. Можете посмотреть рецепт подсказки. Но я каждый год что-то для себя открываю нового и пробую новые рецепты. И на этот момент я сделала именно так. Все это замачиваем в соли и убираем в холодильник. Все это у меня стояло 3 дня. Затем это все вывешиваем в проветриваемое помещение. И прошло у меня 3 дня, как они у меня там висели и подсохли. Вот посмотрите, это была вот грудка, на ней было вот так. Я отсоединила вот эту часть. И вот она уже стала, смотрите, сухая, вот блестит. Уже не мягкая. Я вот эти вот маленькие кусочки хочу сделать остренькие, по типу суджук. А вот эти вот кусочки, они еще, видите, не совсем высохли. Еще пока мягенькие. Мы будем коптить по системе быстрого копчения. Называется тропит с подваркой. Я сначала хочу в сушилке это мясо просушить. Это можно вешать в коптилку, чтобы оно приобрело вот такой же глянец. Вот это, чтобы было вот таким же глянцевым и более твердым. Вот, помещу я на 35-40 градусов в сушилку. У меня там хорошая вентиляция. Какая у меня сушилка, у меня есть видео, обзор сушилки, можете посмотреть. И потом я повешу это все в коптилку и будем холодным копчением обдувать ее дымом. И я вам покажу, какой результат. А сейчас вот мы сделаем вот эти маленькие кусочки. Для этого я беру смесь приправ для суджука. Можно делать с такой же смесью и говядину, и колбасы, в общем, курицу. Острая, хорошая приправа. Поэтому берем ее, смешиваем с водой и обваляем сейчас вот эти кусочки. И опять я их подвешу просто в помещение. Если у вас нет ни сушилки, ни коптилки, то можно просто обваливать и подвешивать. Я так делала в прошлом году. Видео у меня есть на канале, можете посмотреть. Получается тоже очень вкусно. Просто подольше это время не висит. Этот процесс у нас более быстрый и скорый. Ну, поехали. Мы сейчас нальем теплую воду, 75 градусов. Ну, в зависимости от того, сколько у вас мяса. Поэтому у меня вот немного, я сделаю немножко эту обмазку. И добавляем вот эту смесь приправ. Входит туда красный перец, пожитник, кумин и крахмал. Очень ароматная специя. Если, допустим, нет такого набора, можно самим ее сделать и заменить. И вот размешиваем, чтобы получилась у нас однородная масса. И будем сейчас смазывать нашу вот эту курочку. Ой, какая остренькая. Так, ну вот размешали. И теперь вот кисточкой просто берем и хорошо вот обмазываем. Можно делать, конечно, погуще раствор. Но кусочек маленький, поэтому просто будет немножечко остренький. Даст свой пикантный вкус. Если брать больше куски, то можно обмазать более густой. Вот этой смесью поменьше водички добавить. Вот, и дальше повесим. И будут висеть и сохнуть. Ну, это вот я все намазала. Большие куски я кладу на решетку и устанавливаю в сушилку. Ну, вот мы закоптили нашу куриную пастермо. Пастермо, балык, карпаччо, суджук. По-разному это называют. Посмотрите, как красиво выглядит. Просто великолепно. Мне очень нравится. Посмотрите, какой красивый цвет. Яркий. Ой, вообще прям красота. Хоть на выставку прям. Очень мне нравится. А запах какой вы бы представили себе. Пахнет обалденно. Сейчас я сделаю разрез. Посмотрим, что у нас внутри. Посмотрите, какая прелесть. Ну, балык прям. По-другому не назовешь. Очень красиво. Посмотрим теперь остренький, какой внутри. Здорово. Я очень хочу попробовать этот деликатес. Как нежно. Как вкусно. По соли отлично. Запах просто, вы знаете, ребята, непередаваемый. Конечно, можно и просто вялить, как я показала до копчения. Но мне очень нравится. Это очень вкусно. Я на прошлый Новый год готовила салат из пастромы с кедровыми орешками. Очень вкусный салат. Рекомендую его повторить. У меня есть видео на канале. Сейчас теперь попробую остренький. Как вкусно. Остренько. Он побольше подсушился, потому что он тоненький. Этот потолще, этот помягче. Но этот остренький. Кому нельзя остренького. Можно делать такой вариант без специй. Ну, очень вкусный. Мне очень понравилось, ребята. Я очень рекомендую повторить это. Если вам понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новинку. Впереди много интересных и вкусных рецептов. А сегодня пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok